МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 9 июля текущего года жильцы этого дома оказались шокированы страшной новостью. В одном из подъездов нашли окровавленное тело мужчины. Были вызваны сотрудники полиции и сразу же стали известны детали происшествия. Убийца находился в нескольких метрах от трупа. В июле текущего года Якунина и ее 57-летний сожитель находились в квартире, где совместно распивали спиртное. Когда алкоголь закончился, мужчина стал настаивать, чтобы Якунина сходила еще за спиртным. Женщина отказалась, и между ними произошла ссора. В ходе ссоры она нанесла удар кухонным ножом в область тела своему сожителю. Мужчина после этого сразу вышел из квартиры, где упал на лестничной площадке и скончался от полученного телесного повреждения через непродолжительный промежуток времени. Свою вину подозреваемая в убийстве женщина не отрицала. Позднее эксперты сообщат, что у потерпевшего, кроме ножевого ранения, были также другие телесные повреждения, кровоподтеки и сломанные ребра. Сожительница нигде не работала и часто устраивала застолья со скандалами. Соседи такой трагический финал предрекали. Это был только вопрос времени. Исследовав все представленные доказательства, суд признал ее виновным в совершении данного преступления, то есть в убийстве, и назначил ей наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил. Добавим, что осужденная женщина ранее отбывала наказание в местах лишения свободы за нанесение своему бывшему мужу телесных повреждений. Сожителя она также часто избивала, но отношения он не прерывал до самой смерти. Воистину, любовь до гроба. Евгений Волков, Павел Толобаев, Происшествие, 10 канал. Полицейские межмуниципального отдела МВД России Лямберский задержали подозреваемых в краже поросенка. Заявление по данному факту поступило в дежурную часть полиции от 62-летнего жителя села Лямбер. В ходе оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлено, что к хищению домашнего животного причастны безработные жители села Лямбер. 1974 и 1986 года рождения. Фигуранты преступления были доставлены в отдел внутренних дел, где признали в содеянном. По данным следствия, один из подозреваемых во время распития спиртных напитков предложил знакомому купить поросенка. В долг у односельчанина. Оставив друга за забором, инициатор преступления проник в сарай, расположенный на придымовой территории потерпевшего, откуда вынес мешок с 16-го громовым поросенком. Знакомому он сказал, что с соседом обо всем договорился. Часть поросенка они приготовили и съели в эту же ночь, а остатки поделили между собой. В настоящее время устанавливается сумма причиненного ущерба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража. Ранее один из подозреваемых уже привлекался к уголовной ответственности по аналогичной статье и освободился из мест лишения свободы в 2015 году. Алексей Волков, временно исполняющий обязанности, начальник межмуниципального отдела МВД России Лемберский. Целебный амулет обошелся для 79-летней жительницы Саранска в 1 миллион 140 тысяч рублей. Правда, ни исцеления, ни даже самого волшебного аксессуара пенсионерка так и не получила. Жертвой аферистов бабушка стала еще в прошлом году. По телевизору она увидела рекламу Центра нетрадиционной медицины, который предоставлял помощь в лечении всех болезней и продавал тот самый целебный амулет. Поверив в силу экстрасенсов, бабушка набрала указанный номер. Ей ответил мужчина, который посоветовал приобрести амулет стоимостью 100 тысяч рублей. Женщина согласилась и заплатила. С этого момента сотрудник Центра стал частым ее телефонным собеседником. Спустя некоторое время неизвестный перезвонил ей в офис, сообщил, что на товар имеется повышенный спрос, в связи с чем возросла его стоимость, необходимо перечислить еще некоторую сумму денег. В последующем мужчина несколько раз звонил потерпевшей, в результате чего она перечислила на указанный им лицевой счет 1 миллион 50 тысяч рублей. Бабушка заподозрила неладное только после того, как перевела злоумышленникам все свои сбережения. А товар ей так и не пришел. Тогда она и обратилась в полицию. В результате проводимых мероприятий полицейские установили, что расчетный счет, на который она переводила деньги, зарегистрирован в городе Новосибирск. По результатам рассмотрения данного материала он был направлен в ОМВД России по городу Новосибирск для принятия решения в соответствии со статьей 144-145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. История с обманом бабушки продолжилась спустя почти год. 31 октября на мобильный телефон пожилой женщины позвонил неизвестной с новостью о том, что мошенники, которые ее обманули, уже отбывают наказание в колонии. А похищенные деньги ей вернут. Правда, для того, чтобы получить их, ей нужно перевести на лицевой счет организации 43 тысячи рублей. Этой суммы у бабушки просто не было. Но звонивший нашел выход из ситуации. Звонивший сообщил, что ей, как ветерану труда, будет представлена 50-процентная скидка. В результате женщина перечислила на продиктованный им банковский счет 21 тысячу рублей. После этого злоумышленник вновь позвонил женщине и сообщил, что ей нужно перечислить еще 30 тысяч рублей, якобы для получения сертификата, на сумму 900 тысяч рублей. Пенсионерка снова выполнила условия, но ее телефон не перестал принимать иногородние звонки. Уже 9 ноября с бабушкой связалась женщина, которая представилась работницей Саранской администрации, и пояснила, что перевод не прошел. И бабушке необходимо повторить финансовую операцию. А спустя еще какое-то время звонивший потребовал уже заплатить штраф за непоступивший вовремя платеж. А в результате в течение нескольких дней потерпевшая еще несколько раз перечисляла злоумышленнику различные суммы денег. В результате причиненный ей ущерб составил более 140 тысяч рублей. Накануне осознав, что стала жертвой обмана, пенсионерка обратилась в полицию. Уже установлено, что номер, с которого звонил злоумышленник, зарегистрирован в Самаре. Полиции не исключают, что в обоих случаях действовала одна группа. Ведь звонившие знали всю информацию о бабушке и ее неудачной покупке целебного амулета. Дарья Аберясева, Андрей Просвиркин. Происшествия. Десятый канал. 105 и 6 ФМ 105 и 6 ФМ МИЛИЦЕЙСКАЯ ВОЛНА 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 МИЛИЦЕЙСКАЯ ВОЛНА